Владимир Викторович, нашу сегодняшнюю передачу хочется начать с темы строительства главного камчатского объекта, нашей краевой больницы. Уже март, весна началась, мы все с нетерпением ждем новостей. Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе? Это главный для нас сейчас объект, на котором мы концентрируем наши усилия. Мы все помним, что в 2020 году во время визита Михаил Владимирович Мишустин принял решение о том, что больница будет достроена и средства необходимые с федерального бюджета выделяются. Мы действительно видим уже в бюджетной росписи необходимые средства 6,9 миллиарда рублей федеральных средств и полтора миллиарда регионального софинансирования. Итого 8,4 миллиарда достройка первого этапа. Выбор подрядчика очень ответственное дело. Мы это знаем по предыдущим, к сожалению, неудачным попыткам построить больницу. Поэтому сейчас очень скрупулезно подошли к этому процессу. И он был решен на уровне президента Российской Федерации. И вот буквально на днях вышел акт постановления правительства Российской Федерации об определении подрядчика по Камчатской кировой больнице, который за федеральные средства и будет достраивать. Это ведущая строительная компания, федеральная группа компании Крокус. Она известна большим количеством объектов. Дальневосточники лучше всего знают кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский, который был реализован этой компанией. Сейчас мы завершаем согласование положения контракта, который в исполнении принятого правительством решения закрепит обязательства сторон и обеспечит, чтобы к 2023 году, безусловно, строительные работы были завершены. Могу сказать, что уже в ближайшее время, в течение месяца, начнется перебазировка техники, разворачивание строительного городка, обследование тех конструкций, которые сейчас есть в недостроенном сооружении, ну а также корректировка рабочей документации, потому что за то время, которое прошло с начала строительства, изменились некоторые медицинские требования к оборудованию и некоторые стандарты оказания медицинской помощи. Хочу также отметить, что мы параллельно сейчас уже вовсю развернули подготовку к привлечению финансирования на второй этап краевой больницы. Будем максимально увязывать и синхронизировать, чтобы во время активных строительных работ основная часть была реализована и по второму этапу, и нам оставалось уже только завершение, ну так скажем, внутреннего наполнения и оснащение медицинским оборудованием. Здесь ключевой вопрос это привлечение необходимого финансирования. Речь о достаточно серьезных цифрах, порядка 3,5 миллиардов рублей. Сейчас активно работаем уже по этому следующему траншу финансирования. Но главное, что мы абсолютно четко видим, что в 2023 году новый современный медицинский центр на Камчатке заработает. Наша задача подготовиться к этому времени и количеством необходимых врачей, и необходимой квалификации, и готовностью всей нашей системы здравоохранения работать с учетом этого новейшего медицинского центра. Еще одна важная резонансная тема была озвучена на еженедельном оперативном совещании. Это Козельский полигон. Вам доложили о том, что мы со дня на день ожидаем решения включения этого объекта в список объектов накопленного экологического вреда для того, чтобы можно было ликвидировать за федеральные средства. Как быстро это решение мы можем получить? Мы видим, что очень серьезное ускорение этому решению было получено после встречи с Александром Александровичем Козловым, министром природных ресурсов. Благодаря его поручениям уже сегодня, буквально вот в ночь, пришел документ, подписанный о включении Козельского полигона в реестр Гранвоз. Это реестр объектов накопленного экологического ряда, который является юридическим основанием для получения финансирования из средств нацпроекта экологии. А это значит, что Козельский полигон уже в этом году начнутся работы по его ликвидации. Как только сойдет снег, приступим к исследованию, в том числе экологическому, будет вскрыт полигон. Он не вскрывался с советского времени. Проводились только дополнительные работы по усилению. После вскрытия инвентаризации содержимого будет проведена проверка герметичности емкостей, чтобы гарантировать, что никакой дренаж не происходит. И экологии нашей, и акватории Тихого океана ничто не угрожает с этой стороны. После этого уже начнутся работы, собственно, по ликвидации. Предполагается, что это будет вывоз токсичных веществ, которые там находятся, и их рекультивация уже на специально оборудованных полигонах на материковой части Российской Федерации. Но вот пока все-таки полигон не ликвидирован, общественность будет переживать за состояние воды в Тихом океане и на Халатырском пляже. Вы по этому поводу тоже дали поручение в понедельник на оперативном совещании. Конечно, наша задача, чтобы Халатырский пляж, который мы будем и обустраивать, и дорогу в следующем году она будет уже построена, реализовывать. Мы были уверены в том, что находиться в нем безопасно, и ничто не угрожает нашей жизни и здоровью. Тем более, что развитие активного спорта, экстремального спорта, серфинга – это тоже один из наших приоритетов. С этими целями мы сейчас прорабатываем с гидрометом, чтобы в точке мониторинга качества воды, сейчас их 9 точек на территории Авачинской бухты, были внесены еще дополнительные именно вблизи Халатырского пляжа. Такой мониторинг проводился осенью уже и технология отработана. Необходимо просто будет внесение соответствующих изменений в нормативные документы с тем, чтобы две дополнительные точки забора проб появились. Ну и я хочу напомнить, что задачу, которую я поставил, чтобы летом уже заработала информационная система, интерфейс, в котором эти данные будут онлайн сразу поступать для всеобщего обозрения и для информирования всех, кто интересуется состоянием экологии, в том числе экологии на Халатырском пляже. Но и состояние воздуха, и другие значимые параметры в открытом доступе будут публиковаться для всеобщего ознакомления и уверенности в том, что ничто не угрожает, повторюсь, нашей жизни и здоровью. Владимир Викторович, вам удалось сдвинуть с мертвой точки еще одну проблему, которая очень остро стояла, ну на моей памяти, последних лет 7-8. Это очистка нашей акватории Авачинской бухты от металлолома, от затонувших судов, от браконьерских судов. Мы все помним, что в перечень поручений Мишустина вошел пункт о том, чтобы оказать максимальное содействие Камчатскому краю в этом вопросе. Насколько я понимаю, и местные ресурсы вы тоже мобилизировали на решение этой задачи? Ну, это тоже один из итогов поездки правительства и работы здесь, на территории. Побывав на Камчатке, на Магадане, Михаил Вадимович Мишустин очень остро проникся этой проблемой и дал соответствующие четкие поручения. Мы видим результаты уже сейчас, буквально на днях 15 марта должно быть поднято первое судно у причала Фреза, вот здесь у нас в центре города. Сейчас уже установлены, назовем поплавки, которые позволят за счет поступления воздуха поднять судно, ну и после этого собственник его будет утилизировать на металлолом, тем самым окупая расходы на подъем этого судна. Всего же я хочу напомнить, что у нас более 80 судов только в акватории Авачинской бухты. И вторая еще есть большая концентрация – это Усть-Камчатский район. Мы сейчас видим еще три судна, которые в первоочередных планах подъем, но затем внимательно и интенсивно ведется работа по привлечению инвесторов для того, чтобы в счет того металлолома, который извлекается с поднимаемых судов, можно было окупить саму процедуру, развернуть необходимую технику. Ну, а мы получили тот результат, который нас больше всего интересует, чтобы наша бухта была очищена от уродующих внешний вид, останков морских судов, а те суда, которые находятся в глубине, не угрожали благополучию экологической обстановке Авачинской бухты. У нас каждый раз есть какая-нибудь хорошая новость для жителей Камчатской глубинки. Вот в этот раз было объявлено о том, что с 15 марта снижается стоимость авиабилета по маршруту Петропавловск-Оссора с 14 тысяч до 10 тысяч 400 рублей. Очень хорошая новость. И, насколько я понимаю, это ваша стратегия. Вы заявили о том, что и дальше эта работа будет продолжаться. Кому готовиться следующим? Ну, во-первых, я хочу напомнить, что не только по направлению Оссоры снижены билеты. Ранее был серьезно понижен тариф при перелетах на Соболево почти в два раза с 6 с лишним до 3 с небольшим тысяч рублей на Командоры в село Никольское, Манилы, Пенжинский район и вот сейчас Оссоры. Эта планомерная работа, она стала возможной благодаря инвентаризации тех маршрутов, которые у нас есть, максимальному переводу их на авиационный вид сообщения, замены вертолетов, которые объективно более дорогие, с самолетной техникой там, где это возможно. В следующих планах я бы отметил Озерновский, потому что там в этом году будет переоборудование взлетно-посадочной полосы, и мы сможем гораздо более интенсивно задействовать именно самолеты для перемещения на юг Камчатки. Смотрим и другие наиболее интенсивные направления работы. Что же касается Оссоры, то здесь это стало возможным в том числе и благодаря тому, что закончена реконструкция взлетно-посадочной полосы, наконец-то жители могут летать самолетами, а не перекладными с пересадками вертолетным транспортом. И очень надеюсь, что это приведет к повышению и интенсивности перелетов, а значит и дальнейшему возможности снижения стоимости авиасообщения. Ну и конечно хочу здесь тоже напомнить, что буквально неделю назад было окончательно юридически подписаны все документы о создании единой дальневосточной авиакомпании. Камчатский край стал одним из акционеров, мы полноправный участник процесса и наряду со всеми другими десятью регионами Дальнего Востока будем участвовать в принятии решения о том, какие маршруты являются первоочередными, где будет усилена интенсивность и вместе с дальневосточниками отстаивать необходимость дополнительных субсидий из федерального центра. Важнейший шаг для того, чтобы сделать транспортное перемещение по Дальнему Востоку более доступным с точки зрения чистоты рейсов и с точки зрения стоимости авиабилетов. Президент Владимир Путин буквально накануне заявил о недопустимости роста цен на овощи. Вы как раз в понедельник на оперативном совещании поднимали эту тему, говорили о том, что нужно вводить новые меры поддержки. Вот какова у нас обстановка не только для того, чтобы не допустить рост цен, но и чтобы дать какую-то перспективу нашим аграриям? Ситуация на самом деле напряженная. Не скрою это, потому что, к сожалению, цены растут, серьезно выросли цены на минеральные удобрения, а сама отрасль овощеводства находится в очень сложной, я бы сказал, кризисной ситуации на Камчатке. К сожалению, посевные площади сокращаются, все больше происходит замещение привозными, в том числе и китайскими овощами, которые не соответствуют требованиям по качеству, и это приводит и к ценовым шокам тоже. Вспомним прошлый год, когда цены на картофель, на капусту у нас резко поднимались, именно из-за большой зависимости от привозных овощей. Наша задача – планомерно начать восстановление наших предприятий, которые испокон веков занимались, в первую очередь, конечно, овощами в открытом грунте. Здесь особое внимание уделяется нашему предприятию «Овощевод». Я еще летом встречался с представителями, когда на месте работал. Будем реализовывать то, о чем договорились. Нам необходимо сейчас дополнительные субсидии выделить, чтобы, по крайней мере, обеспечить закупку семенного материала и посев необходимых площадей, которые позволят оборотные средства получить и поддержать в этом году предприятия на плаву. С тем, чтобы в перспективе разработать программу развития предприятия, и успешно оно реализовывалось. Овощевод – это пример. Конечно, и другие предприятия тоже смогут претендовать на поддержку. Сейчас конкретные цифры Министерство сельского хозяйства разрабатывает по моему поручению. Большой оптимизм связан с возобновлением и восстановлением тепличного хозяйства. Работы сейчас подготовительные уже ведутся на площадке. Думаю, что здесь дальше сдвижек уже не будет, и в 2023 году мы все с вами будем свежие овощи круглый год есть, которые выращены у нас здесь, на Камчатке, а не привезены с материка. У нас февраль-март на Камчатке традиционно такая концентрация брендовых для региона мероприятий. У нас еще продолжается гонка Берингия, которая полным ходом идет на Осору. И в конце марта мы встречаем, мы принимаем чемпионат России по горным лыжам. При этом мы помним, что у нас построен центр спортивной подготовки под Авачинским перевалом, который должен позиционировать нас как кузницу горнолыжных кадров в профессиональных зимних видах спорта в нашей стране. А какова судьба этого центра, когда он откроется, что можно сказать и что он нам даст? Ну, центр абсолютно уникальный. Это первый в стране центр, в котором можно будет горными лыжами заниматься круглый год. Конечно, он направлен в первую очередь на профессиональных спортсменов, и мы рассчитываем, что он станет центром всероссийского масштаба. Я хочу поблагодарить здесь за поддержку Ирину Анатольевну Ярову, которая на днях тоже направила предложение своих правительств и уже вышло поручение Дмитрия Николаевича Чернышенко о том, чтобы такая работа Минспортом России была проведена. В свою очередь я на встрече с министром спорта тоже соответствующее преимущество обозначал и поддержку получил. Что это даст Камчатке? Камчатка – это самый горнолыжный регион России. Больше всего спортсменов сборной России, самые высокие достижения горнолыжников именно с Камчатки. И нам нужно поддерживать эти традиции и развивать. Для этого мы должны создать условия тренировочного процесса, а то, что можно будет тренироваться круглый год, конечно, создает серьезную, скажем так, фору неформальным языком, нашим спортсменам. Центр заработает уже в этом году в полную силу и для наших спортсменов, и для спортсменов со всей страны. И уже этим летом зимние спортсмены смогут проводить тренировки по горным лыжам, по беговым лыжам, поскольку такие возможности тоже есть на плата, проживать в комфортных условиях и строить весь полноценный тренировочный процесс у нас на Ватчинском вулкане. Конечно, это даст дополнительный толчок, и я уверен, что впереди наших юных спортсменов, благодаря этим тренировкам, ждут самые серьезные достижения, и мы увидим звезд камчатского спорта на лучших горнолыжных трассах мира.